Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казань-Экспо. 11 апреля на площадке Международного выставочного центра Казань-Экспо состоялось крупнейшее событие рынка венчурных инвестиций – российский венчурный форум. Участие в работе форума принял президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Хотел бы поприветствовать всех наших коллег, которые сегодня находятся вместе с нами. Это прекрасная российская площадка, где приезжают наши иностранные партнеры, где мы увидим экспозицию инновационных проектов. Более 200 проектов, вот 50 проектов здесь выставили. Будет финал, где 15 проектов получат достойную оценку и достойную поддержку. В рамках российского венчурного форума организована ярмарка венчурных проектов. Здесь представляется экспозиция инновационных компаний, заинтересованных в привлечении капитала для развития своего бизнеса. На открытии гостям презентовали инновационные возможности Татарстана и структур, развивающих технологии будущего. Среди них – Казанский федеральный университет, который представил разработки в области фармацевтики. О программе исследований президенту Республики Татарстан рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Основной доклад по теме сделал директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин. Казанский университет готов предложить 8 инновационных продуктов. И уже сегодня для 4 из них требуются инвестиции для проведения доклинических и клинических испытаний. Разработками Казанского университета заинтересовались зарубежные компании. Перечень заболеваний, на которые направлены препараты, входит в число социально значимых. Гости форума смогли первыми увидеть новейшие разработки и обсудить самые острые вопросы отрасли с представителями власти и бизнеса. О проблемах поиска инвестиций и привлечения инвесторов в страну, а также о развитии собственных технологий говорили на пленарной части российского венчурного форума. В рамках него также были обсуждены вопросы, касающиеся роли университетов как поставщиков научных и кадровых компетенций, корпоративных инноваций, инвестиционных возможностей на зарубежных рынках и другое. Продемонстрированные сегодня технологии, готовые к внедрению в промышленность, свидетельствуют о развитии и наращивании научно-технического потенциала. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. Как стать лидером? Как успешно построить свою карьеру? Как быть востребованным в своем деле? На эти и другие вопросы ответил зампредседателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Он поделился своим опытом со студентами Казанского федерального университета. Анна Глазунова расскажет подробности встречи в сюжете. О качествах лидера, об успехах в карьере и многом другом говорили в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Для студентов прошла открытая лекция «Лидерство и карьера. Фактор успеха и практические рекомендации», которую провел зампредседатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Перемены – это новая нормальность. И мне кажется, что очень важно, чтобы студенты были готовы к очень быстрым переменам. И буду их не учить ни в коем случае, а, наверное, просто делиться своими опасениями, своим опытом, своими рисками. Встреча прошла в формате открытого диалога между Олегом Сысуевым и проректором по образовательной деятельности Казанского университета Дмитрием Таюрским. Говорили на тему лидерства и карьеры на фоне основных тенденций современной российской экономики. В рамках мероприятия состоялось и торжественное награждение студентов второго курса выпускников стипендиальной программы «Альфа-шанс». В рамках программы «Альфа-банк» в течение двух лет лучшим студентам 18 вузов из разных регионов России предоставляет именную стипендию. Ежемесячно им выплачивается по 5000 рублей каждому. Это уникальная программа, наверное, в Российской Федерации. Уникальность связана с тем, что никаких обязательств от студентов, кроме одного результативности учебы, не требуется. Олег Сысуев рассказал о качествах, которыми должны обладать стипендиаты этой программы. Это должны быть люди, добросовестно относящиеся к своим основным обязанностям студенческими, это хорошие студенты. Ну и мы смотрим на то, когда человек пишет эссе, насколько он широко развит, насколько он человек, который вообще интересуется не только учебой, но и многими другими вещами. КФУ участвует в программе «Альфа-шанс» 2013 года. Ежегодно от университета отбирают 10 счастливчиков. Программа помогает развиваться талантливым студентам и добиваться поставленных целей. Это первый реальный шанс для талантливых, перспективных, ищущих, креативных студентов получить поддержку для осуществления своих первых замыслов. Эта стипендия дает некий толчок. Кто-то осуществляет свою небольшую мечту, кто-то начинает свой бизнес. У всех по-разному. Здесь все желающие задавали спикеры интересующие вопросы. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается серия лекций эксперта по внешней политике из Казахстана. О чем он рассказал в этот раз, узнаем в нашем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла лекция эксперта по внешней политике из Казахстана Димаша Абдулина. На встрече со студентами специалист рассказал о своем опыте работы в различных учреждениях, методах деятельности, о подготовке к профессии и направлениях своей работы в международной политике. Мы входим в период, когда Центральная Азия выходит на мировую арену, во внешнюю политику очень сильно. Поэтому мое направление это Европейский Союз, Центральная Азия, Россия, Евразийский Союз. То есть весь полный спектр отношений во внешней политике. Далее были затронуты вопросы взаимодействия между странами. Отдельный блок посвящен отношениям России, в том числе и Татарстана, с Казахстаном. Однако лекция это не единственная причина приезда в Казанский университет. Очень интересно то, что был недавно открыт Институт Центральной Азии в КФУ. Именно поэтому возможно, а возможно по стечению обстоятельств по велению времени, я вот приехал переговорить по сотрудничеству с КФУ. Артем Дупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Ведущее информационное агентство России ТАСС опубликовало статью о создании учеными КФУ вещества, которое будет использоваться для адресной доставки лекарства в организм человека. В своих выпусках мы вам уже рассказывали об этом, но сейчас более подробно. Группа ученых Казанского федерального университета создала наночастицы, которые благодаря своим малым размерам способны проникать в клетки человека и способствовать адресной доставке лекарств. Цель адресной доставки это чтобы фармацевтический активный компонент пришел именно туда, где он нужен, чтобы он не осел в печени, чтобы не отравил организм. Исследователи в результате различных комбинаций из двух составляющих, а именно полимолочной кислоты и теокалексоренов, получили новое вещество наночастицы размером 100 нанометров, что является основным результатом исследований. Теокалексорены это чешеобразные молекулы, так называемые, с помощью которых мы пытаемся задать определенную структуру молочной кислоте и, кроме того, меняем баланс ее гидрофильно-гидрофобный, то есть способности к растворению в воде. В исследованиях также принимали участие специалисты Института органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук, коллеги из Московского института синтетических полимерных материалов. Дальнейшее развитие полимолочной кислоты — это использование ее при распечатке тест-систем, которые разрабатывают сотрудники кафедры аналитической химии ГФУ. Тест-система позволяет анализировать наличие в человеческой крови или моче определенных компонентов. Второе направление — это загрузка лекарств в получившееся вещество — наночастицы. Если посмотреть состав лекарств, полимерная кислота обычно часто применяется в качестве наполнителя. Это не само лекарство, а вспомогательный компонент, который перемешан с ним и помогает постепенно высвобождаться в организме, не нанося вреда естественным путем. Также у нас дополнительно есть группа аналитиков, которые также исследуют полученные продукты. Они, естественно, исследуют другими методами. Но можно сказать, что на основе наших соединений получены сенсоры, связывающие дофамин, триптофан. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok